Большой медицинский комплекс на Нижней террасе обслуживает тысячи жителей района уже много десятков лет. Однако капитально отремонтировать здания, построенные еще в 30-х годах прошлого века, было решено только в прошлом году. В детской поликлинике уже восстановлена система коммуникаций, укреплены стены, отремонтированы кровли и фасад. Причем ремонт зданий ведется строго по графику, дабы не мешать врачам и пациентам. Во взрослой поликлинике капремонт разбит сразу на несколько этапов. Планируется продолжение ремонта, то есть это вторым-третьим этапом ремонта взрослой поликлиники, 17-18 год. Если на первый этап детской и взрослой поликлиники в этом году, опять по поручению Сергея Ивановича, было выделено из областного бюджета 12 миллионов рублей, то на второй этап взрослой поликлиники планируется выделение порядка 20 миллионов еще. Потому что также здание еще по сроке прошлого века порядка 40 лет капитального ремонта не проводилось. Территория между поликлиниками уже обустроена пешеходными дорожками и освещением. Со стороны общественного совета ведется постоянный контроль над восстановительными работами. Наши члены общественного совета и жители Нижней террасы постоянно присутствуют здесь, смотрят, как проводится ремонт. Жители Нижней террасы очень довольны. И все, и в том числе члены общественного совета, представители Нижней террасы, мы хотим сказать большое спасибо, конечно, Сергею Ивановичу. Совсем скоро в учреждении откроются два офиса врача общей практики для обслуживания 4 тысяч пациентов. Все работы по ремонту и благоустройству планируют завершить к 2018 году. Тарья Сударева, Павел Макаров. Новости Ульянской правды.